Те, кто только собирается налаживать международные отношения, сегодня пришли в МГИМО. По традиции знаменитый ВОЗ принимал завтрашних абитуриентов. На будущее российской дипломатии взглянула и Анастасия Пак. В дни открытых дверей в конференц-зале МГИМО традиционно не хватает мест для всех желающих. Преподаватели шутят. Это первый дипломатический урок. Сотни людей в зале, десятки тысяч в интернете. Впервые день открытых дверей прошел в режиме онлайн. Прямую трансляцию можно было увидеть на сайте ВУЗа. Для будущих студентов в этот день возможность определиться с профессией. У преподавателей и ректората свои аргументы. Университет очень важно отобрать тех, кто по-настоящему заинтересован в получении образования, которое даем мы именно в этом университете. Это вопрос поднять мотивацию ребят, побудить их принять правильное, продуманное решение. Будущие студенты с присущей школьникам внимательностью слушают преподавателей одного из самых престижных в мире вузов. Международные отношения и регионоведение, политология и мировая экономика, юриспруденция, менеджмент и международная журналистика. Сразу и четко определить свое будущее может не каждый. Илья Ломакин, девятиклассник, точно понял уже одно. Чтобы поступить сюда через два с половиной года, работать нужно начинать уже сейчас. Его мать даже не сомневается. Сын сделал правильный выбор. Мы считаем, что единственный вуз у России – это действительно МГИМО, который дает настоящее европейское образование. Равных, ну, может быть, те, которые к нему тянутся, есть, но равных нет. Чаще всего в фойе конференц-зала у стендов факультетов слышно. Безумно интересная жизнь учащихся здесь. Ну и, конечно, это престижное очень образование. Всем, кто пришел сегодня лишь познакомиться с университетом МГИМО, повезло первыми узнать о новом направлении в работе вуза. В сентябре своих первых студентов примет новый факультет прикладной экономики и коммерции. Уже сейчас его называют факультетом нужных вещей. МГИМО первым в стране выпустит столь необходимых сегодня специалистов в области международных экономико-экологических проблем. Сегодня, когда экология становится проблемой насущной жизни людей, без экологической экспертизы невозможно заниматься развитием экономики, реального производства. Подготовка такого рода специалистов будет востребована. И, главное, сами специалисты будут востребованы по окончанию нашего университета. Международные стажировки, инновационные технологии в системе подготовки. Сегодня в МГИМО обучается почти 5,5 тысяч студентов. Выпускники вуза представляют Россию на международной арене и на самом высоком уровне.